лекция номер 5 про обработку массива и сортировки давайте начнем и так у нас есть с вами массив возможность сохранить данные обращаться к ним по индексу оперативно быстренько данные однотипные индекса начиная от 0 до n минус 1 где n фиксированный ну я условно назову n фиксированный размер массива потому что дальше оперативной памяти лежит что-то другое и выход туда это undefined behavior segmentation fold и так далее ничего приятного тем не менее вот мы будем считать что мы вот этот размер знаем и мы за него не будем вылазить давайте что мы можем сделать с массивами значит первое значит я так напишу массивы хотя в данный момент мы не синтаксические вещи скорее будем проговаривать а именно алгоритмические я сейчас опять считаю что у меня int main return 0 все написано using namespace std всегда все вот это дело есть я сразу пишу код представьте себе что я создаю себе массив а размер я буду полагать n я прекрасно понимаю что на некоторых компиляторах условно старых нельзя сделать вот так вот int n равно слушайте я сделаю маленький размер то что мне примеры рисовать потом n равно 5 а потом in at n на некоторых старых компиляторах так сделать нельзя ну типа это не константа а мне нужно выделить память на самом деле если память выделяется уже внутри функции то она выделяется на стеке и то что размер массива я узнаю в процессе его как бы создание норм лишь бы он не был слишком большим потому что на стеке не так много памяти вот поэтому в принципе это допустимо и компилятор gcc он это спокойно проглотит молча вот соответственно я создаю себе два массива размера n который условно фиксированный не неважно сейчас константы это или она появилась сейчас можете считать что я некая константы конст int который где-то там написан или про define я не буду рассказывать короче допустим у меня массив а содержит некоторый набор данных но инициализацию массива я могу произвести прямо вот здесь ну давайте туда положу значение типа там один два три 4 5 для простоты естественно что у единички индекс на самом-то деле какой 0 у пятерки 4 это их индексы значит вопрос как мне скопировать содержимое массива в массив b версия номер один если вы писали на питоне вы скажете вы чё вы сейчас хотите сделать мне ссылку на тот же самый массив в смысле да но это не питон если вы писали на паскале то вы скажете норм чувак это то что надо да но как раз скопирует а как раз вот в массив b поэлементно скопирует содержимое массива а вот а если вы уже писали на си когда-нибудь да и то вы скажете слева не эльвэлью выражение эльвэлью 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 это значит выражение которое может находиться слева ну эльвэлью да оно может находиться слева от оператора присваивания то есть у него есть реальная ячейка памяти куда можно что-то впихнуть значение все плюс плюс и все оно всегда типизированное но оно может находиться в временной памяти в регистре процессора например она там все временно живет его не надо сохранять в оперативку понимаете вот а когда у меня есть вот и ячейка то есть она эльвэлью выражение то значит что то можно что-то присвоить положить оно там будет лежать вот соответственно вот эльвэлью выражение в частности переменная является эльвэлью выражением любой и ты элемент массива является эльвэлью выражением а это что имя массива это адрес начала массива ну или скажем так он превращается в адрес начала массива будучи упомянутым без квадратных скобок понятно имя массива будучи записаны без квадратных превращается в адрес есть некоторая тонкость почему я не могу теперь так я вот узнал некоторые вещи что не могу так говорить, что это адрес начала массива, но можно так считать до некоторой степени. Так вот, так нельзя. А как можно? Вот я хочу скопировать элементы a в b. Ну что, берем и грузим вагоны, делаем цикл. Ну я сделаю циклом for, for i равно 0, i меньше чем n, плюс плюс i, или i плюс плюс, это почти одно и то же, сейчас не суть. Расскажу сегодня чуть позже, надеюсь. Значит, что я делаю? И я кладу в b и ты, кладу а и ты. Йоу, бро. Все, ну я фигурную скобку здесь напишу. Все, супер. Перегрузили. Сразу же вопрос, а если я хочу, например, скопировать его, но задом наперед? Никаких проблем, что я делаю? Я просто беру и вычисляю зеркальный индекс. Очевидно, вот он у меня массив а. Раз, два, три, четыре, пять. Индексы от нуля до четырех. Вот массив b, заготовленный. Там сейчас некий мусор, который пришел ко мне из стека. Что-то жило на стеке, там какие-то там биты, которые как-то интерпретировались. Но сейчас это мусор. Я просто вот тут поверх буду присваивать сейчас. Я хочу вот так сделать, да? Вот так. Ну надо понимать, что в этом случае мне не принципиально с какого начать. Да, главное, чтобы я копировал в зеркальный. Как мне его вычислить? Ну, очевидно, это будет n минус i, но n это размер. А мне нужно, чтобы четвертому соответствовал нулевой. А нулевому четвертый. Значит, мне нужно зеркальный индекс сделать n минус i минус 1. Ну, или n минус 1 минус i. Ну, я вот так лучше напишу. Окей? То есть, ну, давайте я подчеркну, что это индекс без знаменования массива, но я вот так. Потому что массивы-то разные будут у меня сейчас. Ну, по существу вот так. Значит, короче, я либо тут, либо тут это впишу. Реально, несущественно, ровно почему? Да потому что у меня от последовательности действий в данном случае ничего не зависит. Если бы у меня, представьте себе, что это реальные грузы на складе. У меня есть один склад, второй склад. И у меня, если бы было 5 вычислительных ядер, 5 грузовиков, и я мог бы делать это параллельно, то я бы сделал это параллельно, да? Одномоментным таким вот присваиванием, да? То есть, здесь есть некий ресурс параллельности, теоретически. Ну, вот. Так. Ок. С этим понятно, да? Следующий вопрос. А что, если я хочу сделать реверс или реверс, да? Хочу сделать его в самом массиве А. Вообще без массива Б. Ну, первая мысль тривиальна. Вот такая. Да? Вот она, простая мысль. Вот. What's wrong? What's wrong? Что не так? Так. Давайте посмотрим. У меня, ну, индексы все точно так же соответствуют, да? Поэтому, что будет происходить? И равно нулю. Вот начинаем реально последовательно делать. И равно нулю. Так. Да, то есть, в ячейке И, ну, давайте я здесь под руком напишу. И, да, это А, ну, точнее, И указывает на ячейку, в которой содержится ноль. Да, это индекс. Короче, фактически И указывает на что? В А нулевой скопируется значение 5 минус 1 минус 0. То есть, четвертое. Значит, что у меня происходит? Единицы больше нет. То есть, я ее сейчас только что убил. Вторая итерация прибьет двойку, которая лежала в индексе 1, потому что скопирует туда поверх... Ой, простите, пятерку. Простите. Я имел в виду, что из индекса 4 автоматом записал четверку. Из индекса 3 сюда придет четверка на место двойки. Потом И равняется 2, соответственно, 2, 5 минус 2 минус 1, 2. Значит, у меня еще тройка скопируется сама я в себя. Потом эта четверка запишется поверх четверки, пятерка запишется поверх пятерки. То есть, во-первых, есть лишние действия. А, во-вторых, я убил старые числа. Как в каком-то мультике по движению рычага второй этаж падал на первый, а потом мы поднимаем обратно, смотрим, естественно, там все разломано. Короче, я этим куском массива ударил ту, и там теперь копия. Что надо было делать? Оказывается, что если у меня одна и та же память подразумевается, то старый способ взаимодействия не работает. Как мы меняем две переменные местами? Я вам рассказывал про молоко и воду. Стакан с водой, стакан с молоком. Мне надо поменять их. Слушайте, недавно у меня возникла в быту ровно такая ситуация. Вот прям реально просто у меня молоко и чай. Ну, только еще помыть после молока надо. Соответственно, я думаю, что делать? Так где найти третий стакан? И, в общем, не было. Пришлось мыть третью кружку, чтобы туда перелить молоко. Вот. И поменять. В общем, короче, прикольно. Вот молоко с чаем поменяем. Я беру в третью, выливаю молоко, да, мою из-под молока, переливаю сюда, теперь я буду это упоминать, переливаю сюда воду, да, ну, в тот раз это был чай, соответственно, ну, из-под чая можно не споласкивать, выливаю молоко из временной переменной и выкидываю ее. Ну, ладно, мою и ставлю на полку. Ну, короче, смысл в том, что мне нужна третья переменная. Ну, есть другие всякие варианты, я вам рассказывал про XOR, но это от лукавого. Вот. Значит, что я должен сделать? Мне нужна временная переменная, и я должен, соответственно, менять это дело. Слушайте, вот если честно, мне бы очень хотелось сейчас в какой-то момент шурануть вот туда. Да, и мне сейчас тяжело, потому что мне придется каждый раз ходить, включать, выключить цвет, но я это сделаю, потому что я хочу, чтобы вы это увидели. Да, вот мы сейчас забрали, я сейчас кратенько напишу, а потом мы посмотрим, чтобы это вот за нас оно само сделало. Итак, 0, 1, 2, 3, 4. Значит, что я делаю? Мне нужно их поменять местами. Как? Я из этого выложу во временную переменную tmp, да, выложу значение, единичку скопирую сюда, затем я могу спокойно, прошу прощения, там пятерка лежала, пятеркой копировать сюда поверх, стирать эту единичку, после чего эта единичка отправляюсь сюда поверх пятерки. То есть обмен через третью переменную, соответственно, и того, и n-1 минус этого индекса без проблем пишется, да? Каким образом? Вот я в tmp, скобка фигурная здесь, равно a n-1 минус it, затем я в a n-1 минус it, я прошу прощения, я здесь делаю в обратную, что я нарисовал здесь одно, на самом деле, если обмен будет происходить в другую сторону, да наплевать, какая разница, переменную b с a я меняю местами, или a с b суть не поменяется. Вот, поэтому я уже просто, чтобы не переписывать лишний раз, я вот так напишу, это равно a it, а после чего я пишу a it равен tmp. Па-бам! Ну что, давайте запругаем и посмотрим. Итак, ну что же, ну копирование я уж не буду реализовывать. Итак, сейчас секундочку. Здесь уж придется прописать. Размер шрифта нор. Ну, на самом деле, нам придется привыкать к более-менее меленькому шрифту, потому что скоро пойдут программки подлиннее, поэтому, ну, я сильно не могу его завышать. Ну так, читается нормально? Ну, постарайтесь. Приносите очки. Итак, я создаю себе переменную n, которая равна 5. Я делаю массив a. Мне плевать сейчас, я буду пользоваться стандартным типом int. Я знаю, что он 32-битный на данном компиляторе, и на этом успокоюсь. a от n, значит, и я что-то доделаю. Я туда кладу значения. Поехали. Так, for i in range, да? i меньше, чем n, плюс-плюс i. Так, и что я делаю? Я во временную переменную. Кстати, в принципе, кто мне мешает ее создать прямо здесь? А зачем она мне потом? Потом она мне не нужна. Да, я еще одну вещь хочу. Я хотел бы распечатывать массив потом. Да, соответственно, я запущу цикл for, в котором буду делать, в принципе, то же самое, да? Так что я его скопирую сейчас. Ну вот, только я что буду делать? и я буду добавлять сюда этот самый табуляцию, символ табуляции, а в конце распечатки я буду добавлять еще перевод строки, касая n. Так, очкор. Это просто распечатка. Компилятор не дурак. Компилятор умеет оптимизировать. Естественно, что на весь этот цикл он создаст реально переменную выделить на стеке один раз. Или вы реально думаете, что он на стеке будет каждый раз откусывать кусок стека, а потом его понижать. О, но вы снова давайте сделаем саб из стек, саб, это ассемблерная операция, вычитание там стекпоинтера. Реально он будет это делать каждый раз? Нет. В чем? Выделить переменную на время? Нет. Давайте проверим компилятор. Ну, у нас компилятор, я сейчас запущу, и он нам скажет. Если я ошибусь, он скажет. И мы увидим, хорошо? Иногда я ошибаюсь про компиляторы. Вот я, рассказывая каким-то школьникам язык, этот школьный алгоритмический кумир, увидел там такую штуку, школьник говорит, а нельзя сразу написать НСПК, а в конце КСПРИ. Ну, это как бы по сути репитантил вместе с ВАЙЛ. В смысле, условия входа с условия выхода на время. Ну, конечно, так нельзя. Но беру-то сразу набиваю код. Оказывается, прикольно. В кумире можно репитантил вместе с ВАЙЛом. Идиотизм, но можно. Ладно, значит, что. ТМП я туда положу. Слушайте, я здесь сделаю все-таки, как я обычно делаю. АИТ равно АН-1-1. Та-дам! И теперь в АН-1-1 я кладу значение ТМП. Ну, и по идее, я сейчас что должен увидеть? Дорогой проектор, не умирай. Как пел Юрий Шевчук. Не умирай, твой потолок поднимается в небо. Уже начал. Я вижу дырку. Сейчас он взлетит. Тысяча двадцать четыре на семьсот шестьдесят восемь. Ладно, окей. Че мы имеем? Мы имеем файло, которое хотим скомпилировать. G++, два реверс. Опа, можно! Вот у нас и он убедил. Итак, я вижу один, два, три, четыре, пять. Ой. Ой. Подожди. Не, ну, в принципе, хорошо, что я что-то вижу, и все работает. Но я-то ожидал реверс, а я вижу один, два, три, четыре, пять. Хочется спросить. ВТФ? Что не так? А? Да, абсолютно верно. Я делаю реверс фактически два раза. Фактически два раза. Дело вот в чем. У меня и пробегает значение от нуля до n. За первую итерацию, при которой и равняется нулю, я поменял местами первый и пятый. За вторую итерацию, когда и равнялся единичке, второй и четвертый. За третью итерацию поменял тройку с тройкой. За четвертую итерацию, когда и равнялся трем, я поменял снова двойку с четвертой, и все вернул на место. Такое бивает, как говорится, да? Много дела, а пользы нету. Понятно? Надо что? Надо просто вовремя остановиться. Соответственно, что я делаю? Я говорю n, ой, простите, мне так хочется воспользоваться питоновским Python 3 делением, но оно в C++ означает комментарий. В C++ у нас используется операция обычного деления, а то, что она целочисленная с отбрасыванием остатка, это автоматически происходит, потому что n это int, целое число. Целое разделить на целое, в C++ это целое с отбрасыванием остатка. Вот, но это такой вот неприятный рудимент от C, в котором в современных языках стараются там от этого избавиться. Ладно. Ну что, да, и теперь все заработает. Давайте проверим, что это заработает, и двинемся дальше. g++, перекомпилять, выполнить, йоу, мы видим результат, да, результат в наличии. Так, а что мы делаем дальше? Следующая моя идея вот в чем. А что, ребята, делать, если я хочу фактически сделать массив переменного размера? Вы скажете, подождите, Тимофей Федорович, вы сами сказали, массив это структура данных фиксированного размера. Да, я прекрасно понимаю. Ну а если я реально хочу, ну, например, мне введут сейчас к n чисел. Вначале скажут, сколько чисел, а потом их начнут вводить. Ну, в этом случае окей. А второй вариант. Мне будут вводить числа, но не скажут, сколько, а потом мне их надо вывести, например, задом наперед. Ну, без проблем. Реверс вывели на экран, да. Даже вот сейчас я реверс уберу, но просто мы будем подразумевать, что их надо запомнить. Да. Но сколько этих чисел, я не знаю. Но я точно знаю, что меньше 100. То есть я знаю предельный уровень заполненности. Я куплю себе склад, в смысле, аллоцирую себе сразу нужное количество. То есть я себе заберу там условно 100 int of, да, но реально мне придется самому контролировать уровень заполненности. Давайте это сделаем сейчас, чтобы мы такое умели делать. И пент, я назвал это программку. Так, значит, мы в нее сейчас полезем. Поехали. Ну, это то, что мы сейчас писали, поэтому что я делаю? Я хочу сказать, что у меня никакого фора не будет, да, естественно, в этом, в этой ситуации. Вот, значит, а что у меня будет фактически? Да, я себе резервирую сколько то, ну, словно 100, да, некий предельный max size, скажем так, да, вот, ну, некая константа там. Слушайте, простите, тут вообще пробел ставить не предполагается, но я ради сокращения количества строк я вот так напишу. Я напишу const max a size равно 100. Ну, const int, да, положено писать тип. Вот, любители языка C, они бы сказали, что здесь вообще надо делать define, не писать никакой точки с запятой. Я не люблю define, и даже хочу, чтобы сильно мы их пока не трогали. Вот, значит, что я хотел сказать, а здесь я напишу эту вот константочку max a size. Так, что я делаю дальше? Никакой инициализации мне не надо, потому что я не знаю заранее, а что там будет. Вот, а я буду иметь некую переменную x, которую я сейчас буду в цикле while получать. Это значение на с потока ввода. Получил x, затем что я делаю? Я циклом while, пока x не равно. Я буду что? Я буду его пихать в массив. И 0 терминальный элемент. Помните, мы с вами однопроходный алгоритм на вторую лекцию, по-моему, делали, да, или на первую даже. Вот, соответственно, я сейчас что сделаю? Я в а, но только теперь это не однопроходный в том смысле, что я буду их запоминать в память. То есть, в принципе, за один проход, но с запоминанием. Значит, что я буду? В а, в какой? В какой-то а я буду запоминать этого x, а потом этого x считывать снова с потока ввода для следующей итерации, чтобы проверить, не 0 ли он, если не 0, то я буду записывать дальше. Ну, если бы это был питон, я бы написал а.appendx, правда? А был бы список, я бы сделал и пир. Вопрос, что делать? Мне же надо куда-то скопировать, в какой-то элемент положить. Значит, мне надо знать, куда. Но у меня же вообще-то не цикл for даже, у меня нет никакого i. Давайте считать руками. Давайте сделаем счетчик, который будет считать. Но поймите, вот в данном случае это в цикле while, а фактически у меня прибавление такого вот append, если я хочу именно реализовать append, то это некая совокупная итерация получается. Мне нужно, во-первых, положить в какой-то и ты, но я лучше сделаю так, мне нравится такое слово верхушечка, топ. В а топовый, в его верхний уровень заполненности, в его топовый элемент положить, а второе действие это топ увеличить на единичку. Топ плюс равно 1. Понятно? И вот это вот, это пара действий, которые должны быть сделаны, ну как бы, ну условно одновременно. То есть одно, зато другое. Не забыть никогда, повысить уровень. Сколько реально топ, кроме того, начинает означать количество реально хранящихся элементов. То есть в момент, когда я туда присваиваю первый элемент, первый x, который хочу туда положить, у меня топ должен равняться нулю. И заодно это как раз означает количество текущего уровня заполненности массива A в рамках аллоцированной памяти. Соответственно, я рядышком с массивом A создаю переменную топ, которой обязательно вначале кладу значение 0. Понятно? Мы сейчас с вами немножко начинаем понимать, а как оно там примерно устроено внутри списка. Там сложнее устроено, но вот этот вот момент, он похож. То есть изначально есть некая переменная, которая контролирует длину его, он помнит длину. Кроме того, он, естественно, должен еще помнить, сколько у него предельный уровень. А что делать, когда мы его превышаем? Вот это отдельное дело. Но мы это сейчас пока трогать не будем. Итак, кладем х, топ увеличиваем на единичку, и считываем очередного х. Естественно, что теперь никакого N не существует, и реально там в массиве валяется мусора полным-полнища, а бегать я имею право только от нуля до топа, не включительно, да, до реального его уровня заполненности. Ну, хотите, там A size напишу, len A, ну, только как с подчеркиванием, не со скобками, да, то есть переменную я могу назвать как угодно, я уже оставлю топ, но, естественно, если массивов много, да, то вам придется, естественно, возиться, и каждому желательно, чтобы имена как-то соответствовали смыслу. Ну, у нас учебный пример. Да, то есть вы поняли логику, да, теперь у меня есть переменная, при помощи которой я могу туда пихать дополнительно, да, и контролировать этот процесс. Значит, давайте это дело проверим, а потом я покажу, а что любят делать программисты на C++, и чем отличается плюс-плюс от плюс-плюса. Итак, G++, 3, pent, запускаем, смотрим. Он ждет числа. 1, 2, 3, 0. Оп! Да он молодец! И у меня нет segmentation fault, то есть у меня топ равнялся как раз трем, и он пробежал от нуля до двух, не включительно, до трех не включительно, до двух включительно. Понятно? Все супер, программа работает. Смотрите, что любят делать программисты на C. Ну, во-первых, они любят писать, ну, типа там вот так вот, топ плюс-плюс, да. Что значит, а вот такой момент важный, а чем отличается плюс-плюс топ от топ-плюс-плюс? Вот если бы я в какую-то переменную, ну, неважно, там, Y, допустим, присвоил значение топ-плюс-плюс, что бы я получил? Ну, я вам уже говорил, что X равно Y равно Z, такое вот трамвайное присваивание, он вначале вычисляет значение Z, потом кладет его в Y, да, а потом результатом, в скобке если взять, да, результатом вычисления операции присваивания в C плюс-плюс присваивание, присваивание это операция, арифметическое я, с побочным эффектом. Побочный эффект состоит в том, что в левую часть, которая должна быть L-вэлью, по ее адресу присваивается значение правой. Так вот, плюс-плюс, это тоже операция с побочным эффектом, как и минус-минус, она требует L-вэлью выражения, чтобы можно было поменять его, но она имеет и значение, то есть Y равно топ-плюс-плюс, это нормально, и там тогда в Y будет старое значение топ, еще не увеличенное. Но тут важный момент, надо понимать, что до точки с запятой я не знаю, что когда произойдет, поэтому никогда нельзя писать что-то вот такого рода, типа топ равно топ-плюс-плюс, потому что присваивание может произойти до того, как плюс-плюс произошло, условно там, ну короче, особенно знаете, вот такие есть люди, которые говорят на собеседовании, а что будет, если я напишу вот так вот, ну имеется в виду следующее, что компилятор это на самом деле разберет, да, как топ-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-топ, да, ну естественно, что тут возникают вариации, если это произошло раньше, вот этот плюс-плюс, например, произошел раньше, а вот этот вот произошел позже, тот вернул еще и увеличенное значение, то есть типа, если топ равнялся единичке, то результат может у меня быть чуть ли там не от единички до там трех, или какие-то, если врачи разные варианты, но самое главное, что здесь на это надо ответить, что тут три модификации одного и того же участка памяти в рамках одной точки следования, фактически компилятор имеет право вот на это дело сделать undefined behavior вплоть до форматирования жесткого диска. Я шучу так слегка, да, но реально, вот это, это непредсказуемое поведение программы, и так просто нельзя. В рамках одной точки следования, ну то есть условно, до точки с запятой, порядок, последовательность действий не определена, поэтому несколько модификаций одной и той же ячейки памяти недопустимо. Но если дело касается разных ячейк памяти, ну типа, как я написал в начале, типа y равно топ плюс плюс или топ плюс плюс топ, то это допустимо и означает, ну соответственно, вот это в y будет увеличенное уже значение топа, да, а топ плюс плюс еще не увеличенное, но сам топ при этом увеличится. А что теперь любят делать программисты на C? Они любят писать вот так. Это довольно кратко и всем, кто знает C, это понятно. Понятно? То есть я обращаюсь к старому значению топ, который еще равняется, там условно, допустим, нулю, туда кладу x, и при этом топ у меня увеличивается вверх. Прямо красивенько, почти как и пент, только с некоторой магией. Понятно все? Это будет работать, я сейчас проверять не буду. Так, наши дальнейшие действия, наше дальнейшее действие. Мне в таком разрешении не очень удобно. Эй. Ой. Это не то я сделал. Эй. Тоже не то. Я, правда, не уверен, что все равно хватит, ну, хоть немножко. Так, значит, дальше мы с вами разговариваем про такую штуку, как стек. Я быстренько показываю вам. стек, он основан на чем? На том, что мы умеем делать и пент, и мы должны уметь делать поп. Поп, то есть забирать обратно. Давайте мы вот, давайте сразу, я даже не знаю, если честно, сразу, не сразу. Мне надо 4 стек. В чем проблема? А, я понял. В чем проблема? Короче, у меня вот условно то же самое, все то же самое. Значит, я хочу напихать в стек, потом выплюнуть обратно. То есть я не просто хочу вот это дело распечатывать, да, а я хочу распечатывать в обратном порядке, пока стек не, ну, в смысле, мы охранилище данных, да, пока оно не пусто. Ну, короче, там была операция поп, ап точка поп. Она возвращала значение последнего элемента и при этом убивала его с верхушки. Смотрите, во-первых, что я сделаю? Пока у меня а не пуст. Как я это сделаю? Ну, очевидно, у меня кто отвечает за его размер? Топ. То есть пока топ больше нуля, да, именно этим, когда он станет 0, значит, опуст. Что я буду делать? Я хочу выводить на экран топовый элемент. Да? Ну, правда, есть такая тонкость. Мне топового элемента реально нету. То есть у меня, если уровень заполненности 0, то у меня там полностью все в мусоре. Если уровень заполненности 1, то это значит, что у меня в нулевом индексе лежит значение реально положенное, да, а в элементе с индексом 1 еще до сих пор пока валяется мусор первозданный. Понятно? Поэтому мне нужно не значение топ, а мне нужно значение топ минус 1. Но кроме того, мне нужно еще и уменьшить топ на единичку за это действие. Правда? Поэтому любители C, что делают, они пишут минус-минус топ. Красота? Что-то вы прям не очень восхищаетесь после питона. Вообще в этот момент те, кто никогда не видел никакого языка программирования, они должны кричать вау, клево, красиво, в одну операцию, прям суперски, и все вроде понятно. Я тоже поддерживаю вас, мне больше нравится, когда это все там спрятано под капотом у объекта, и там append pop. И все. Мы не думаем, как это сделано. Ну вот мы для того с вами разбираемся, чтобы понимать, как это сделано. Знаешь, открываем, садимся, зажигули, дынс-дынс, не заводится, открываем капот. Ладно. Значит, что мы сделали? Мы сделали стек. Для чего он нам нужен? Чтобы его запустить? Ну давайте запустим. Ну, один, два, три, четыре, пять, ну ноль в качестве признака конца, и он их нам распечатал. Ну через табуляцию, ну суть, распечатал их задом наперед, при этом хранятся они по-прежнему в исходном порядке, реверса не было. Я тупо распечатал их задом наперед, причем, кстати, если я попытаюсь сделать это еще раз, то массив пуст. То есть я его реально опустошал еще при этом. Ну опустошал, я туда не присваивал мусор, я же не запоминал мусор, чтобы туда присваивать, да и асфальтом потом не заливал, нулями я туда тоже не записывал нули за собой напоследок. Зачем? Это лишние действия, то есть просто следующая попытка его реиспользовать, она просто перезапишет туда. И так обычно делал. Поэтому, кстати, на сигнете стека мусор остается, никто нули туда обратно не закатывает. Зачем тратить на это время, если просто, ну мы понимаем, что там, значит, сейчас ничего ценного, ну и хочешь, чтобы там что-то было, инициализируй, перед тем, как использовать. А так просто отмечается, стекпоинтер понизился, значит там, что там выше стекпоинтера, да наплевать, мы не знаем. Ну, точнее, правильнее говорить ниже. Ладно. Для чего нам может быть нужен стек? Я тут заготовил лирическое отступление, да, рассказать вам про скобочки, но я смотрю на время, и я вам про скобочки рассказывать не буду. Так что файлик 4A braces, пожалуй, придется грохнуть. Эх, жаль. Слушайте, я его в репозиторий потом подложу, может быть, кто захочет, посмотрите. Эта задача про скобочки, она есть там в учебнике Ворожцова, она классическая, проверка корректности скобочного выражения. Вот, она может быть будет у нас в качестве там какой-нибудь сложной задачки в конце контеста, да, для тех, кто захочет разбираться. Вот, а так она классическая. Давайте посмотрим вот что. Есть такая постановка вопроса. Я хочу проверить, вот у меня есть массив туда, что-то ввели. Я хочу проверить, отсортировано ли то, что там находится. Как мне это сделать? Я побегу и буду сравнивать попарно. Слушайте, вот сейчас еще раз, я заполнение, я сейчас скопирую этот самый вариант какой-нибудь, типа там, так вот, копии, лучше первый вариант, это скопирую в 5. Итак, эй, вроде скопировал. аааа, точно, я же первый не писал, он пуст, мне нужно второй брать. Первый был на доске. Ок, ну у меня есть некий массив, там что-то сейчас валяется, мне плевать, что, вот пусть это и валяется. Что я хочу с ним сделать? Я хочу, да, ну только давайте я там, сейчас потом поменяю, так, чтобы там было что-то не отсортированное. Сейчас он по возрастанию идет. Как я сделаю? Я заведу булевскую переменную, которую назову isSorted. Логично? Я буду первоначально предполагать, что у меня он отсортирован. Положу туда true, с маленькой буквы в C++. И дальше, я начинаю бежать, с it-ого по, ну в смысле, прошу прощения, да, с нулевого по, ну я ж пары смотрю, да, по n-1, ни в коем случае нельзя, чтобы у меня, я ж буду их смотреть, n, и ты, и и плюс первый, сравнивать их друг с другом. Да? Поэтому я здесь сделаю ограничение, чтобы не выйти за пределы массива. И что я буду делать? Слушайте, а разрешите мне сделать вот так? Я не хочу сейчас сделать циклом for, я хочу сделать циклом while. Я же вам рассказывал, что они фактически идентичны, да, и for, в C++, это почти синтаксический сахар цикла while. Да, то есть вот я могу вот это сделать вот таким вот образом. и плюс равно 1. Слушайте, я настолько привык к питону, что мне хочется писать плюс равно 1 везде. В этом смысле компилятор не дурак. Если я напишу плюс равно 1, поверьте мне, он все равно это дело скомпилирует так, как ему захочется. Понимаете? Он сделает все равно инк на ассемблере. Вот. Ладно. Это же единичка все равно констант. Он, компилятор занимается оптимизацией своей, он внимательно смотрит, а как это сделать пооптимальнее. Вот. Поэтому я не буду выпендриваться. Итак, что я хочу? Я хочу проверить отсортированное. Значит, я делаю что? Если у меня а и ты меньше, чем а и плюс 1, значит, все нормально. Да? Правильно? Но меня-то интересует ситуация, когда хотя бы один раз ненормально. Поэтому я говорю, так, ребята, значит, я ровно наоборот делаю. Я хочу проверить, чтобы оно было вот так. А, ладно, меньше либо равно. Меньше либо равно. Я делаю отрицание, значит, у меня как раз вот эта ситуация, когда ненормальная ситуация, я буду в этот момент паниковать и кричать АААААА! IS SORTED Да, равно FALSE. Ну, в принципе, я мог бы здесь сделать break. Согласны? При большом желании я могу сделать вот здесь вот break. Добавляем скобочки, пишем break. Ну, а зачем мне продолжать, если я нарушил первую ситуацию, когда это дело не отсортировано, да? Ну и здесь вот напечатать, в конце концов, отсортировано или не отсортировано этот массив у меня, да? Да? South is sorted. Ну, кстати, интересно, в качестве чего он его выведет? Мы увидим true-false или что мы увидим на экране? А? Да, к сожалению. Ладно, что я хотел сказать. Я еще небольшую косметику сделаю, потому что с таким разрешением очень неудобно и хочется видеть. Так, чек сорта запустить хочется. Один. Ну, в смысле, он отсортирован, наш текущий массив. Давайте в него влезем. Я сейчас не буду его вводить с клавиатуры, я его отправлю вот здесь. Вот. Я поменяю немножко, чтобы у меня сортировка стратилась. Три, два, четыре, пять. Вот так вот. Перезапускаем. И наш чекер должен написать ноль. О, yes, он нам пишет ноль. Да? Ключевая логика здесь, она вот она, в цикле while, да? Довольно понятно, очевидно. В принципе, можно было бы делать однопроходным алгоритмом. В массив запоминать не обязательно. Ну, давайте пусть это живет в массиве. Ок? Вопросов нет, да? Вопросов нет, все понятно? А теперь смотрите. А что, если я хочу исправлять неправильное положение элемента? Ну, очевидно. В этом случае, подождите, какой break? Не, не break. Я обнаружил неправильное положение элемента. Да? Что я делаю в этом случае? Я хочу их поменять местами. Да? Я хочу поменять их местами. Я умею. Мне нужна для этого временная переменная. Я туда кладу аитой. После чего я в аитой положу значение а и плюс первого. Я же соседей меняю местами. Не зеркальный элемент, а соседний. И плюс первому кладу значение временного. Ок? Я поменял местами. То есть я сделал такой своп двух соседних элементов. Видно, да? Все понятно. Ну, зачем мне при этом заниматься проверкой из сортед, не из сортед? А выкинем ее. Зачем? Реально. Ну, зачем? Да? Вот я делаю такой сортирующий проход. Да, естественно, что печать вот этого из сортед мне теперь не нужна. А мне зато надо что? Мне нужно из файлика, нет, нет, не из этого. Из файлика 2, так, реверс. Там у нас была распечатка. Я ее сейчас стырю себе. Вот сейчас содержательное, все на доске прямо сейчас. Так, что я делаю? G++, 6, full sort. Йоу. Давайте посмотрим на результат. Вау! Круто! Все супер. Ну, давайте поиграемся с этим слегка. Поиграемся. Ну, давайте мотнем тут как-нибудь еще там. Давайте 5, 4 напишем. R5, там, 4. Да, давайте это дело скомпилируем. G++ этого самого, full. И запустим его. Ну, молодец какой! Замечательно отсортировал. Ну, давайте чем-нибудь еще сделаем. Например, я поменяю. Вот сюда напишу R5, да. А сюда вот R1. Та-дам! Еще и обнаружил. Что-то не срослось. Что-то не срослось. Да, у меня как-то вот не упорядочился. Дело в том, что я сейчас, проходя мимо пар элементов, менял две соседние местами, но этого оказалось недостаточно, чтобы массив оказался отсортированным. Понимаете? Есть самый примитивный способ это исправить. Самый примитивный способ это фактически исправить. Давайте посмотрим. Значит, что я могу сделать? Друзья, как только я обнаружил беспорядок и исправил его, я делал сортирующий проход и обнаружил беспорядок. И исправил его, но я исправил 1. Я не хочу пропустить, а вдруг у меня, например, шло 3, 1, 2. Я поменял 3, 1, у меня теперь 1, 3, 2, да. Я прохожу, меня получается, а, прошу прощения, 3, 2, 1 давайте. 3, 2, 1, 3 и 2, я меняю местами, да, и у меня двоечка, вначале троечка, потом, да. А потом я меняю 3 и 1 местами, и у меня поменялось местами, и у меня единичку надо поменять с двойкой. Мне надо снова, снова начать, да. Давайте я каждый раз, когда я обнаружил беспорядок, буду начинать сначала. То есть я тупо скажу, да, это прекрасно, что я это сделал, а теперь и равно нулю. Вы догадались, почему я от циклофора отказался? Ну, я собираюсь менять переменную и вот таким вот образом, чтобы сбрасывать много сначала еще разу. Понятно? Довольно понятная, довольно простая идея для сортировки, она, по сути, рождается из чека, ну, как бы, чек сорта, потому что я смогу добежать до конца и меньше n минус 1, да, я добегу до и равного n минус 1, то есть фактически, когда проверять уже не с кем, да, последний элемент за последним, там никого нет. Все, я туда добегу только в том случае, когда у меня не произошло ни одной перестановки за все движение от начала к концу. То есть фактически эта сортировка основана на проверке отсортированности, да. Питание опять хочется, спасибо, да, срочный вопрос. Он не верит в меня, он не верит, что я существую. Атеист, проектор. Так, запускаем компиляцию, запускаем сортировочку. Э, ты че? А, ну, конечно, ну, конечно, ведь и плюс равно 1 мне нужно делать только в том случае, если перестановки не было. Ну, иначе я действительно там могу оставить элементы, поэтому я тут немножко подправлю, да, иначе, ну, в этом случае, кстати, знаете, в C часто делают вот такой стиль. То есть если уж приходится делать и эту ветку, и ту ветку, да, то вот так вот часто делают. То есть else там же, где скобочки. Так, я выходить не хочу, я буду отсюда сейчас запускать консольечку. Та-дам. Ну, давай, дурак, работай. Работает? Ну, давайте еще немножко ему это самое подпакостим. Давайте сделаем ему прям вот такую, чтобы ему пришлось повозиться. Пять, четыре, три, два, один, а он будет сортировать по возрастанию, да? Так, я все-таки вышел, ну ладно. Работает? Работает, сортирует. Надо бы радоваться. В этот момент надо бы радоваться. Но мы поплачем. Почему тут надо плакать? Почему она называется фул в честь дурака? Почему это дурацкая сортировка? Смотрите сюда. Я сейчас, а кто сказал, что n равно пяти? А давайте оно у меня будет равно, ну хотя бы, пятьсот. Ну, пятьсот элементов, это нормально отсортировать? Но это не криминал? Слушайте, если честно, си настолько быстро работает, что на пятисот элементах мы еще, к сожалению, не почувствуем. Да, и еще, я не уверен, что стоит их реально распечатывать, да? Ну, слушайте, ну ладно, тысячу, давайте тысячу, тысячу. Ну, тысяча-то. Ну, ладно, потерпим эту распечатку, да? А? Не, а тогда загнется. Ну, короче, я на самом деле вот эту распечатку не очень сейчас хочу, потому что я хочу тут напихнуть много чисел, да, и я распечатывать их сейчас не очень хочу. То есть я проверил и убедился, что она печатает. А, давайте, слушайте, я вот что сейчас сделаю. А чтобы сейчас не было разрыва шаблона, и у нас осталась эта версия программы, я сделаю копию просто. Дайте я проверю, что она у нас работает. Все, давайте вот эту версию оставим, и я ее просто скопирую. Значит, full, да, 6, 6а, это называется full асимптота. Вот так вот. Итак, поехали. Давайте померяем его асимптотику, посмотрим, что я хочу. Я сделаю, а что сиаутить, по сути? Что сиаутить? Сейчас я скажу, что сиаутить. Просто enter пусть выведет для начала. Вот, я буду смотреть просто на работу программы. Hello World пусть там сиаутит нам. Вот, значит, что я буду делать? Алгоритм не трогаем. А сюда я вставлю степень десятки. Ну, давайте тысячу элементов. Хватит пока. А запихнем туда, мне надо кого-то туда запихнуть, но теперь я так не сделаю. Я теперь с циклом for их туда запекаю. For int i равно 0, i меньше n, i плюс плюс, и положу туда в аитый значение какое? Равное n минус i. Ну, оно как раз от единички до тысячи и добежит. Ок? От тысячи до единички. А зачем мне минус 1? Что, 999 до нуля? Нет, все норм. Слушайте, простите за то, что я вот так написал в одну строчку, и я вот тупо инициализирую. Да. Давайте не будем. Я хочу сделать вот так. Вот я разложу, и мы прямо вот четко не отсортированы. Наверное, можно, но я бы не хотел это самое, сортировать мусор. Не, вообще я сортирую мусор по жизни. Есть у меня такой бзик, хотя не слишком. Пластик только сортирую. Ладно, что я хочу сказать, сортируйка мусора. Это скрытая реклама, я все понял. Сортируйте мусор, товарищ. А? Он отсортирован по убыванию, я хочу по возрастанию. Я специально так делаю. То есть я делаю, на самом деле, то, что я делаю, это называется худший случай. Я ему предлагаю кучу работы сделать. Вот давайте, самое, скомпилируем его и запустим. Ну, слишком быстрый этот язык. Если бы было на питоне, я бы это уже увидел. Давайте посмотрим. на самом деле, вот я добавлю сюда один нолик, и по идее нам должно хватить. По идее нам должно хватить. А! Нет, все правильно. О! Можно подождать. Подождите, ребят. Ну, я же один нолик-то написал. Сколько ждать? Вот я в прошлый раз нажал, было меньше секунды. А сейчас он что-то прям сортирует и сортирует. Я хэлло, никак свое не верю. Сколько мне ждать? Меньше ста секунды. А, человек шарит. Но почему так долго? Ну, понятно, что сортировка, она требуется, там, время какое-то. Но почему так долго? Жестко, долго? Ну, в 10 раз увеличился размер массива. Итак, настал момент, когда мы можем очень отчетливо поговорить про качество алгоритмов. Не про их внешний вид, качеством кода, с точки зрения, там, вот его саппортабилити, редебилити. Мы разговаривали в прошлом семестре, этому вот мы начали с культуры кода. А вот именно с точки зрения его вычислительного качества. Первая мысль, о которой я вам доносил еще на первом, втором, по-моему, занятии об однопроходных алгоритмах, что, ребята, чем меньше памяти, тем лучше. И не надо все запоминать. Если можно обойтись без массива, повторяю, лучше обойтись без массива. Понимаете? Да. Но второе, это, оказывается, проблема, он еще считает, если вам интересно. Я не знаю, что происходит. Сейчас я покажу вам, что происходит. Да, но вот реально, вот то, с чем мы сейчас столкнулись, понятно, что я подгадал, чтобы это вот так вот было. Он в какой-то момент это досчитает, может быть, мы, когда перейдем туда-обратно, мы это увидим, что он досчитал. Но фишка в том, я вот здесь-то нарисую, пожалуй. Фишка в том, что у меня есть масштаб задачи. Масштабом задачи может быть разное число. Ну, например, количество цифр в числе. Ну, может быть, оно определяющее. Да? Ну, или в сколько бит оно записывается. Или, короче, какая-то характеристика. У нас, по отношению к задаче сортировки, у нас это количество элементов n. Количество элементов n. Да? Сколько элементов надо отсортировать. От этого зависит количество действий. Нет, ну, понятное дело, что для одного и того же n, как вы видели, у нас может быть реально разное количество действий необходимо. То есть, может быть, за один проход можно пробежаться и убедиться, что она отсортирована. Но наша, очевидно, наша дурацкая сортировка, она для n, существует такая ситуация, когда у меня там один, два, три, четыре, пять, и там и до десяти тысяч. Да? И она просто пробежится один раз и убедится, что все нормально, никаких проблем. Правда? Вот. Соответственно, ну, я вот условно напишу, что у меня вот это вот некоторое число там, да? И вот у меня, я не знаю, какое число тут написать, но я напишу условно тысяча. Давайте. И у меня вот здесь размерность такая, что это тоже будет тысяча. Просто я сжал, то есть очень сильно, да? У меня существует такой случай. Но, к сожалению, наилучший случай, он не всегда попадается, а чаще всего попадаются какие-то другие среднестатистические случаи, когда приходится много раз побегать. А есть какой-то наихудший случай, вот такой, когда приходится выполнить максимум работы. Естественно, что алгоритм только тогда будет нормальным алгоритмом. Только тогда можно пользоваться, когда он справляется даже в наихудшем случае. Понятно? Вот все не так, а все равно мы можем отсортировать, да? То есть существует так называемый наихудший случай. И нас, на самом деле, на каждом масштабе задачи интересуют интересуют именно эти наихудшие случаи. Естественно, что, в принципе, может оказаться, что для двух соседних у меня там условно одинаково. А да, что я располагаю здесь вверх? Ну, я могу вверх расположить время вычислений. В конечном счете, да, время вычислений нас интересует больше всего. Но, с другой стороны, при современных суперкомпьютерах, при наличии арендуемых мощностей и при удобстве их аренды, мы вверх сюда можем откладывать условно электричество. Мощность, ну, не мощность, а сколько нам надо потратить энергии. Или вот, когда дело про там смартфоны, например, я не буду сейчас смартфон брать в руки, но смысл в том, что там тоже начинают мерить, сколько батарейки сожрет алгоритм. Понимаете? То есть, сколько он сжирает батарейки. Потому что мы можем взять процессор, у смартфона обычно процессор работает в пониженном режиме, но если вы запускаете игру, он начинает греться. Почему? А потому что он включает все ядра своего процессора и начинает шарашивать. Вот в этом смысле вы, ну, хорошо, вы можете пойти на кластер арендовать, построить кластер, да, ну, вот вверх сюда откладывается там время вычислений, мощность, которую надо потлатить, ну, в конечном счете деньги. Понимаете? Деньги от масштаба задачи. Поэтому сейчас нас это очень сильно будет интересовать. Ну, или я могу на самом деле иначе рассуждать. Количество операций, неких условных floating point operations, целочисленных операций, количество операций. У меня не параллельный алгоритм, поэтому много процессоров не поможет, да, вот тупо количество операций будет, да, но фактически еще раз, время вычислений фактически здесь. Так вот, конечно же, фактические значения для конкретных n, да, может быть даже вот такая ситуация, что где-то там печок вверх, где-то для какого-то n равного 16, там, условно, может быть удачно, да, то есть это не то, что она непрерывная функция, она дискретная, она для дискретных n определена, но в принципе, понятно, что чем меньше масштаб задачи, тем обычно меньше нужно операций, чем больше масштаб задачи, тем больше операций нужно в наихудшем случае, но, да, то есть я подразумеваю, что наилучшие случаи, они там существуют, но наилучшие случаи, да, вот, они нас мало интересуют, реально, существует также некий среднестатистический, то есть мы можем некий средневзвешенный случай, да, и он может, ну, может оказаться по-разному, разный алгоритм, там он со средненьким случаем, он за разное время бывает справляется, это тоже важно, мы сейчас этот вопрос пока закроем, так вот, в этом случае нам надо как-то сказать, а как, ну, как-то это описать, и здесь пользуются как раз механизмом О-большое, О-большое это что такое, это функция, которая ограничивает сверху, может быть, с некоторым коэффициентом К, то есть когда я скажу, что мое количество операций в наихудшем случае, да, наихудшее, я подразумеваю, но я дальше не буду писать наихудшее, оно у меня меньше либо равно, чем К, умноженное на некая функция от Н, да, то чем вот это вот писать каждый раз, я воспользуюсь Матаном, и, ну, так воспользовались в свое время, и многие программисты не знают Матана, но они знают, что такое О-большое, вот, а тут какую-то функцию надо написать, ну, имеется в виду, что с некоторым может быть коэффициентом, равным 2, 5, 10, но послушайте, ведь это не принципиально, он написал хэллон, вот он уже написал хэллон, а, ну, он, наверное, вид, вот он посчитал, цифровал, наконец, и 10 минут не прошло, вот, соответственно, вопрос, а какая, да, какая там функция, и вот это, про это говорят программисты, а какая асимптотика у вашего алгоритма, то есть, насколько он быстро растет, и есть некие классические асимптотики, да, вот у однопроходных алгоритмов, очевидно, какая асимптотика, так, забыли, я теперь всегда про наихудший говорю, да, всегда про наихудший, и я плевал уже на дискретность, я буду рисовать красивые эти, гладкие линии, для однопроходных алгоритмов у меня линейная асимптотика, то есть, для 10 чисел он делает 10 операций, ну, умножить на них, асимптотика, которая является константой, независящей от n, да, то есть, он у меня вот условно вот растет, вот линейно, может быть, с другим коэффициентом, но это не страшно, ну, не страшно, пусть себе растет, да, 10 тысяч, 10 тысяч операций, или там, 20 тысяч операций, 20 тысяч, 40 тысяч, ну, ничего страшного, просто, все очень просто, тебе нужно больше масштаб задачи посчитать, в два раза больше массива, ну, принеси мне в два раза больше денег, я построю тебе кластер, который считает, это быстрее будем, пожалуйста, просто в два раза больше, ну, условно, да, понимаете, пропорциональное вложение, финансовое, в конечном счете, вариант номер два, я не буду сейчас всю палитру асимптотик рассказывать, вариант номер два, да, у меня стат идет и рост идет, по параболе, ну, может быть, с неким коэффициентом, да, то есть, если то, то получается, это у меня, ну, я могу так, пропорционально, n квадрат, простите, это я уже не буду, о, большое писать, это просто, n квадрат, да, понятно, квадратичный, квадратичная асимптотика, но она не очень-то приятна, но то, что мы сейчас увидели в дурацкой сортировке, это хуже, я могу доказать это, вот, я не буду сейчас слишком много времени, это кубическая асимптотика, она растет, естественно, хуже, то есть, у меня масштаб увеличится в два раза, а вычисление в восемь раз больше, в десять раз, в тысячу, понимаете, вот мы это и наблюдали, я добавил один нолик, а у меня вычисление сразу в тысячу раз, вот кто сказал в сто, ошибся, не больше, чем тысяча секунд, вот, да, не больше, чем тысяча, а тысяча секунд, это уже самое, треть часа почти, ну, больше четверти, понятно, на самом деле существует алгоритм сортировки, который вот просто настолько страшный рост, что его тут нарисовать, наверное, невозможно, вот такие алгоритмы существуют, у которых этот рост асимптотический страшный совершенно, ну, его там можно как-то писать, как два в степени н, да, либо н факториал, да, либо н факториал, ну, и я их сейчас отличать не буду, да и смысл, потому что принципиально факториал, он растет, ну, похожим образом, в этом смысле, да, или там Фибоначчи, числа Фибоначчи, они тоже растут экспоненциальным образом, да, Фибоначчи, н, да, а? н в степени н разве что, ну, да, ну, хуже только н в степени н, ну, короче, вот эти алгоритмы, они у нас плохие, существуют такие задачи, которые по-другому решить невозможно, существуют задачи, для которых пока не найден алгоритм, который умеет делать это, вот, вы представьте себе, это означает нечто катастрофическое, отсортировать 10 чисел, норм, отсортировать 12 чисел, ну, ладно, 15 чисел, никогда, ну, представьте себе, да, вы приходите, к вам приходит заказчик и говорит, я хочу сделать эту задачку, там, ну, на пару, там, что называется, чисел больше, а вам скажите, платим миллион раз больше денег, понимаете, вот, я вам приведу этот алгоритм, у которого факториальная асимптотика, это сортировка обезьяны, ну, так называется, еще и называют бога сорт, да, как, на человека, который слишком понадеялся на бога и сам оплашал, короче, берем числа и начинаем их трясти, ну, в смысле, начинаем делать какие-то случайные перестановки, вот, я взял числа, вот, как это называется, кубик, как это называется, у меня, не как, коробка есть, корзинка, да, и вот обезьяне говорят, отсортируй, я тебе дам банан, да, она не знает, как правильно отсортировать, но она может принести результат внутрь моей функции чек-сорт и спросить, да, нет, скажем, да, отсортированно, но проверка отсортированности это n операции, ну, минус 1 операция, это недолго, поэтому я это вообще могу не учитывать, да, случайная перестановка, это дело не очень простое, на питоне я бы написал это в 2 секунды, хотите напишу на питоне, ладно, нет, времени нет, нам еще немножко кое-что надо бы, не успеем, мы нормально квадратичные сортировки поговорить, вот, но после того, как вы увидели дурацкую сортировку, да и после, вы можете себе представить, ну, количество вот этих вот случайных перестановок, n факториал по комбинатурике и угадать среди них брутфорсом, ну, это по сути и есть метод грубой силы, я вам про него рассказывал, да, методом грубой силы, мы, например, числа там на множители раскладываем, да, постепенно перебираем делители, ну, я могу начинать перестановки в массиве систематически делать или случайно делать, неважно, но когда я угадаю ту самую перестановку, которая, наконец, скажет мне, о, да, вот тебе банан, наконец, check sorted true, понимаете, вот, это n факториал, ну, условно пополам, n факториал пополам, это все равно от n факториал, понимаете, то есть, ну, я так, среднестатистически, в какой момент я нарвусь на правильную перестановку, вот, поэтому квадратичные сортировки на самом деле не являются злом, это уже спасение по сравнению с дурацкой сортировкой, это уже спасение по сравнению с этой, слушайте, а у меня есть 5 минут, я гарантирую вам, за 5 минут я минимум одну квадратичную сортировку вам расскажу, если хотите, вы можете посмотреть на курсе молодого бойца, там, короткими роликами у меня отснят, там, по-моему, сортировка вставками, там я про прапорщика, кажется, рассказываю, который солдат сортирует, сейчас без прапорщика, так, ну что же, значит, мы с вами начнем с, а, с сортировки методом пузырька, дело в том, что она на самом деле после дурацкой сортировки, она является самой понятной и в то же время достаточно эффективной по сравнению с, но правда, есть такая тонкость, здесь стоило бы вернуть вот тот вот самый бул, который был, из сорта, вот, в начале я скажу, что, подождите, я же не могу сказать, что он совсем true, да, мне надо сказать, что он вообще-то в начале-то не отсортирован, а дело в том, что я же не ограничусь тупой проверкой, да, мне надо бегать и бегать многократно, я уже понимаю, что эти сортирующие проходы мне понадобятся многократно, но я хотел бы сделать очень просто, дурак, каждый раз, знаете, как это называется, обнаружив первую несостыковку, он говорил, не начать ли мне сначала, а зачем, там все было отсортировано, именно за счет этих лишних проходов по уже отсортированному массиву, когда он перепроверяет, ну, как я там, рапорщик, я говорю, рапорщик дурак, он перепроверяет, все ли солдаты стоят правильно, ну, ты только что сделал, ну, уж хотя бы с ним вместе иди обратно, понимаете, вот бери вот того, вот ты переставил, обнаружил, ну, вот возьми вот этого и иди вместе с ним обратно, есть такая сортировка, да, такой встречный пузырек, но мы сейчас сделаем простого пузырька, мы просто продолжим идти дальше до конца сортирующим проходом, дело в том, что у нас гарантированно самый большой элемент окажется в конце, а за второй проход, второй по величине элемента окажется почти в конце, за третий проход, и мы таким образом в результате сто процентов за n минус один раз все элементы отсортируем, понятно, и максимум это будет от одного до n минус один, да, ну, условно, в квадрате пополам, n в квадрате пополам, ну, неважно, там, опять же, с коэффициентом k плевать, по сути, n квадрат. Короче, мне придется делать, по сути, вложенный цикл, и я буду вот это, вот то, что я тут сейчас делал, да, во-первых, я не буду сбрасываться на ноль, нифига, во-вторых, я всегда буду прибавлять i на единичку, то есть я сделал перестановку, и тем не менее я иду дальше, да, я иду, и, да, простите, теперь мне, конечно, придется идти от начала до конца, ну, в этом смысле я могу эту переменную и даже не удалять, а я ее могу положить вот сюда, но самое главное, что мне вот это действие, вот эти все действия надо делать до тех пор, пока is sorted не окажется равным true, естественно, что мне сейчас требуется сделать следующим образом, мне нужно сказать, пока not is sorted, пока не является отсортированным, и вот это все, вот эти проходы сортирующие взять в цикл, а? А чем вам не нравится not? Он понятнее. В ситуации длиннее и понятнее я всегда выбираю понятнее. Поступайте иначе и потом вас будут проклинать однажды. Что я сейчас сделал? А, я хотел еще вот эти две строчки вправо отправить. Я, по сути, взял цикл while в цикл while. Говорю, пока, да, прошу прощения, еще один момент, внутри, перед сортирующим проходом я буду каждый раз с надеждой говорить, ну, предположим, что он все-таки отсортирован, может, ты все-таки отсортирован, да? А в ситуации обнаружив, да, нет, к сожалению, не отсортирован. Ну, мы продолжим, конечно, дальше, ну, забыли про то, что он отсортирован, может, на следующем проходе мы это обнаружим, понятно? Да? То есть, я здесь, что называется, изначально я пессимистично смотрю, но, начиная первый же проход и каждый очередной проход, я буду надеяться, что он отсортирован, да? в ситуации обнаружения первой несостыковки, я говорю, ну, да, к сожалению, нет, ну, продолжим, тем не менее, да, ну, как сказать, флажок я сбросил уже, свою надежду я похоронил до очередного прохода, когда у меня, то есть, по сути, если у меня массив будет в состоянии почти отсортированном, почти отсортированным называется массив, в котором у меня с точностью до, ну, например, 1, 3, 2, 5, 4, сейчас, секундочку, 1, 3, 2, 5, 4, здесь за один сортирующий проход, если я не буду останавливаться, я все отсортирую, за n-1 операцию, да? И второй проход просто подтвердит мне, то есть, у меня bubble sort просто отработает с проверкой того, что из сорта это окажется true, и я благополучно выйду из цикла, да? И отработаюсь в два прохода. Вот действительно, оказывается, что сортировка пузырьком, для почти отсортированных массивов, она работает, это для нее почти идеальный случай, ну, совсем идеальный, это когда он просто отсортирован, да? А так, ну, вот она раз устранила, и все. Друзья, это единственное квадратичное, которое мы сделаем за сегодня. Я вам рекомендую посмотреть вставками, я их наверняка в следующий раз уже не успею, вставками, видеозапись коротенькая, минут там на 7 валяется на csmiptrue, cintra, курс молодого бойца, можете на YouTube-канале найти, там ссылочку на сайт, можете так найти, вот. Значит, короче, что я хотел, я хотел ее запустить, посмотреть, что она работает. Она работает, один, два, три, четыре, пять. Поверьте, если я сейчас сделаю ей худший случай, она будет работать, если я воткну ей тысячу чисел, она это сделает за миллион операций, ну, миллион операций, это, ну, условно, с коэффициентом ка там умножить на 4, но это разумное время, на порядок разумнее. Товарищи, нам пора завершать нашу лекцию. Спасибо, до встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...